Название моего доклада звучит вот так вот, ботанически. То есть речь немножко пойдет о ботанике. Поэтому такой простой тезис. Сажая пальмы, город-сад, читай, город 2.0, не построишь. В условиях нашей северной страны это совершенно очевидно. Комнатные растения быстро загнутся в условиях агрессивной внешней среды. Но есть выход, так называемый самосев. Растения, которые, естественно, возобновляются в условиях, максимально адаптированные к конкретным климатическим условиям, и возобновляются, соответственно, семенами. Так вот, вы видите знаменитые сибирские жарки. Это такое растение, которое даже в условиях заполярной тундры ежегодно, обильно цветет и плодоносит, дает тот самый самосев. Вот такое отступление в ботанику. Почему? Потому что можно провести любопытную параллель между природными процессами. А природа такая штука мудрая, логично устроена. И, например, таким понятием, как культурная стратегия города. Да, я как раз считаю, несмотря на то, что я оптимистка, что города 2.0, по крайней мере, в нашей стране, его не существует, вряд ли он есть. Потому что, ну, давайте посмотрим реальность, реально на вещи. Города наши не создаются и не управляются пока людьми. Но, конечно, стремиться к форме такого городского, устройства такого городской жизни нужно. И на риск, который вы видите на фотографии, он, конечно, тоже пока не город 2.0. И тут по личной просьбе организаторов, которые просили меня, так сказать, добавить в доклад, такой на риск экзотики, который всегда очень хорошо работает. Поэтому я, в общем, два слова об этом скажу. Хотя в двух словах очень сложно. Поскольку я люблю этот город, я считаю, что в нем масса плюсов. Для тех, кто не знает, это город в четырех часах лета от Москвы, один из самых северных на планете. Десять месяцев в году у нас действительно зима, температура может достигать минус 50 градусов на улице, но при этом в помещениях, например, жара невыносимая до 30 градусов достигает. И в отличие от облдоклада в вертолетах. Вот это для нас вообще не проблема, потому что такси стоит дешево, приезжает в течение трех минут, до места мы добираемся за 10 минут. То есть если уже там объявили, что приедет через 5, то это просто беспредел как долго. Плохо работает компания такси. И много таких нюансов. Хотя действительно город начинается в тундре, заканчивается в тундре, но при этом это один из самых больших по территории городов. У нас есть, например, такой район, Снежногорск, в котором, наверное, мало норильчан-то и бывало, потому что до него надо на везде ходить набираться сутки. Ну, в общем, масса таких особенностей в городе интересных. Полярный день, полярная ночь, ярко выраженное, чудесное место. Кроме того, я считаю, что у этого города большая перспектива. Это действительно кладезь, вся таблица Менделеева, богатые недра, родообразующие предприятия, потому что мы моногород. В город пошли социальные инвестиции, он развивается, становится красивее. Вот такое отступление про Норильск, так сказать, как меня просили. Но возвращаясь к понятию культурной стратегии, от которой я так далеко ушла, это, конечно, немножко провокация. Я попробовала выделить на примере именно норильской ситуации два полярных типа культурной стратегии, которые может город реализовывать. Одну, которая условно ориентирована на культурную интервенцию, я условно назвала «третья столица». А вторую я назвала «духместо», потому что она подчеркивает своеобразие территории и строится на принципах самоорганизации людей. Забавный такой факт. Всегда культурная интервенция в главу угла одной из своих главных задач ставит активизацию местного сообщества. Но парадокс в том, что ее не происходит. Заканчивается внешнее воздействие, и среда довольно быстро и почти в исходное состояние возвращается. Я говорю не голословно, потому что там действительно начинался такой, проводился масштабный культурный эксперимент, начинал работу фонд, который, собственно, ориентирован на провокацию и интервенцию. И поэтому это действительно наблюдение. Первая нормальная человеческая реакция на провокацию и интервенцию какая? Конечно, агрессивное отторжение, сопротивление. Через какое-то время у таких проектов появляется своя аудитория, но у которой они становятся участниками на самом деле. Напротив, они привыкают, ждут постоянно чего-то нового, что им еще привезут, чем еще удивлят и развлекут. Сами люди отвлекают придумывать. И, например, когда фонд ушел с территории, настроения были самые просто безысходности. Мы теперь просто загнемся в бескультуре и темноте. Но, безусловно, культурная интервенция задает высокую планку качественных проектов. В этом ее важный плюс. С другой стороны, мы совершенно имеем иную ситуацию, когда мы разворачиваем в двух местах такую стратегию. То есть люди, когда тема им близка, когда это то, чем они живут, они включаются в эти проекты, происходит консолидация вокруг таких тем, всех наиболее активных сил на территории. Развиваются не только партнерские механизмы, здорово развивается и конкуренция, которая становится честной в данном случае. Одним словом, у людей возрастает градус гордости за свой город, поднимается дух, настроение. Мы это сейчас видим, мне это доставляет большое удовольствие наблюдать то, что сейчас происходит на риске. Это не только те проекты, которые мы делаем. То есть среда, местные сообщества, как-то разные организации стали производить такие очень хорошие проекты. То есть, по сути, мы в первом случае имеем экспертный продукт, когда кто-то пришел и сказал, мы знаем, как для вас лучше. Во втором случае люди сами делают такое коллективное сотворчество. Конечно, это действительно немножко провокация в целом, вот этот слайд, потому что глобальных контекстов никто не отменял. И должна быть во всем гармония. Но тем проектировщикам, которые очень смело используют культурные интервенции, конечно, стоит задаваться вопросом, насколько долго они в состоянии такую политику проводить, чтобы результат принял устойчивый характер. Какими силами и средствами можно этого достичь? Возможно ли в принципе? Вот дальше я хочу посвятить некоторое время тому проекту «Севердок», который мы полтора года реализуем в Норильске. Это пример самоорганизации на территории. И проект получил высокую экспертную оценку. Он стал одним из победителей высшей в России премии в области связи с общественностью «Серебряный лучник 2010» и не случайно. Потому что проект «Севердок» это на самом деле такая идеология, наша северная идея. Мы стараемся… То есть вы видите, что я, наверное, такая оптимистка, и такая же команда у нас подобралась людей, которые работают в этом проекте. Мы действительно любим Норильск и хотим зарядить этим отношением как можно больше людей. Мы стараемся искать хорошие и создавать его в том числе сами. Поэтому это такая идеология, которая, в общем-то, нужна каждому региону. Самое главное в этом проекте — то, что мы ничего не делаем в одиночку. Такая близкая тема быстро собирает себе соратников, сторонников, которые разделяют ее как свою собственную. И вторая особенность в том, что мы всегда создаем новое, но на базе местного материала. Мы ищем новое, красивое, окружающее на севере. Не возим звезд, знаменитостей, при этом полные аншлаги. Тысячи людей, когда это массовые мероприятия. То есть мы создаем новое, и материалы для творчества, вы видите, Норильск, Север. Таких проектов было много за полтора года, которые развивают идею Севердок. Чтобы не рассказывать вам о них долго, я четыре избранных представлю в видеосюжете. Тоже займет некоторое время. Каждый проект по-своему раскрывает тему Севера. Международный фестиваль «Севердок», организованный медиакомпанией «Северный город», стартовал в феврале 2010 года. Его открыла выставка репортажной фотографии «Северные истории». Во Дворце культуры сразу 9 профессиональных фотографов Норильска представили более 60 работ. Никогда еще жизнь Таймыра не выглядела столь разной и необычной. Это совсем другие люди, со своими ценностями, со своей жизнью. И то, что мы иногда даже, может быть, не подсматриваем, а надо бы два человека на фоне парохода, это тот пароход, на котором они никогда не поедут. Цель фестиваля «Севердок» – привлечь внимание к вопросам северных территорий, рассказать об уникальности жизни в этих широтах. Фестиваль оказался ярким культурным событием для Норильска. Значимость его подчеркнул даже известный полярный исследователь Артур Челенгаров. Фильмы будут и об истории освоения Арктики, и документальные фильмы будут и в сегодняшних работах связаны с изучением Арктики. Кроме того, есть фото-выставка, детская фото-выставка, это хорошо. И вообще мы должны думать о том, чтобы подрастающее поколение, молодежь, знало историю освоения Арктики. Центральное событие «Севердока» – показ избранных документальных и коротких игровых фильмов производства Норвегии, Швеции, России. Фильмы для фестиваля предоставили давние партнеры из мурманской телекомпании ТВ-21. Для нас огромное счастье, что вот эти документальные фильмы и шведские, и норвежские, и финские, и наши русские увидят так много людей. Потому что, к сожалению, документальное кино, оно так и осталось в большей степени таким элитарным каким-то искусством. Мы делаем правильное дело. Потому что мы, в общем, хотим поделиться своей любовью севера, к северу с англичанами, и в ответ получить такой же вот. Поэтому давайте любить север, давайте смотреть умное кино, смотреть хорошие фотографии, вот, и дружить. Хорошие фотографии в рамках «Севердока» можно было посмотреть и на конкурсе детских работ «Мы живем на севере». Отобрать лучших было непросто. 120 юных авторов из Норильской дудинки представили порядка 300 фоторабот. В целом, север глазами детей, он замечательный. И мы можем брюзжать, говорить о том, что вот такой город, и здесь так плохо. А дети живут здесь жизнь. Они проживают самую главную жизнь. Это свое детство. И детство это разное. Но то, что мы увидели на фотографиях, это детство красивое. Лучших авторов наградили, а из их работ в кинотеатре «Родина» сформировали выставочную экспозицию. За четыре дня фестиваля различные мероприятия посетили около двух тысяч норильчан. Это был только старт. Вскоре «Севердок» взялся покорять новые вершины. Точнее, глубины. На руднике «Октябрьский» глубоко под землей развернулась выставка фоторабот известных норильских и московских фотохудожников. Мы, конечно, сомневались, что, может, какие-то шероховатости будут, еще что-то. Но когда спустились и увидели уже полную экспозицию, нас это очень порадовало. Потому что, ну, получилось хорошее арт-помещение, сравнимо с выставочными залами города Норильска наверху. Специфика горняков такова, что их основные увлечения рыбалка, охота, мотоспорт и так далее. То есть культурные мероприятия у них, как бы, получается на втором плане. Они всегда не могут посетить. Вот поэтому сейчас они имеют эту возможность практически на рабочем месте посмотреть, как же так, восполнить этот пробел. В рамках «Севердок» медиакомпания «Северный город» представила на рельчанам еще один проект под названием «Рыба счастья». Это коллекция из 30 рыб-оберегов, каждая из которых носит особое имя на долганском, ненецком, инганасанском языке. Успех, доброта, любовь, дружба, мечта, красота, здоровье, талант. Всем рыбкам-оберегам архитектор Елена Арсеньева придумала новые северные легенды. У меня какая-то личная есть книга с рассказами ненецкой бабушки, которые, скажем так, это даже не сказки, но больше всего я подчеркнула оттуда, во-первых, имен, во-вторых, как бы оборотов речевых, потому что там очень такая, очень четкая стилистика, в которой пришлось работать. Стилизация поднародной северной легенды не стала формальной. Проект хорошо приняли те, кто сегодня является хранителем культуры севера. Выставку «Рыба счастья» открыл заслуженный артист России, руководитель детского фольклорного ансамбля «Таймыр» Владимир Сигуней. «Рыбачил молодой бакит и поймал рыбу талу в реке». Пока в музее гости выставки наслаждались северным колоритом, заслуженный артист России Сергей Ребрий и звукорежиссер Алексей Каменев, трудились в студии. Их голос и музыка оживили новые северные легенды в теле и радиоэфире. «Рыбачил молодой бакит и поймал рыбу талу в реке». «Знал он от отца, что рыба – это необычайно мудра». Новые легенды про северных рыб стали свежим взглядом на древнюю культуру севера со стороны тех, кто пришел в этот край позже. И все же главной встречей с культурой и традициями народов Таймыра стал этнический праздник «Большой Аргиш». Аргиш задал новую, неожиданную для норильчан эмоцию – встречать зиму как праздник. Нужно было сломать стереотипы. Вместо грусти от ожидания полярной ночи и холодов создать положительный настрой на долгий период суровой северной зимы. «Зима – это хорошо», говорят ненцы, долганы, венкин, гоносаны и энцы. Мы пригласили приехать в Норильск весь Таймыр – представителей пяти коренных народов полуострова, чтобы научить норильчан жить в гармонии с природой севера. «Я живу в Норильске уже 30 лет, и я бы, считай, хотела бы, чтобы приехали мои земляки с Таймыра. Вы знаете, вот переполняет просто. Приятно явить народу, сколько много. Даже несмотря на погоду, люди идут». «Большой Аргиш» стал новым праздником всего региона. В жесткую штормовую погоду встречать зиму пришли более 10 тысяч человек. Такой этнический праздник прошел в Норильске впервые за всю его историю. В Норильске с коренными народами, и так маленькая ремарка такая, всего два города на Таймыре – Норильская и Дудинка. В Норильске коренных народностей практически нет. И культура их почему-то вот… То есть для того, чтобы в нее погрузиться, надо съездить в Дудинку. Поэтому это было необычно и по многим другим причинам. Мы полагаем, что такой проектной работой мы делаем жизнь Норильчан насыщеннее и ярче. И в результате нашего проектного самосева нам кажется, что появилось такое полезное северное растение, севердок, живучее, поскольку многие проекты с нами или без нас будут там жить на Таймыре и дальше. Я хочу поблагодарить вас за внимание. Моя мысль, может быть, больше обращена к культурным проектировщикам, потому что я являюсь российским менеджером сферы культуры. И мне кажется, что нужно культивировать то, что устойчиво растет, стабильно цветет. От такой работы большая отдача и большое удовольствие. И в кулуарах после конференции вы можете вытянуть свою личную рыбку счастья, символ северного изобилия и удача, которые вы видели в ролике. Только не смотрите, наоборот, не читайте названия. Это такая импровизированная рыбалка. Так что я вас приглашаю. Спасибо еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ